всем привет сегодня я буду делать чудо автомобиль ниссан лиф ремонт заднего крыла и замена вот такой автомобиль поступил к нам на ремонт задняя дверь была повешена в америке автомобиль оттуда же также оттуда приехала четверть который будем менять но как видим эта сторона целая я его разбираю это его электроприборы все это снимаем стойку амортизатора и теперь все видно досконально вот как это все сейчас выглядит нища багажника как бы целая стойка погнута передняя точнее средняя и короб внутренней порога втиснут вовнутрь из-за этого действовал такой заломчик ну что для начала я вытягиваю порог крыло стойку все что можно вытянуть до того как буду все это срезать и 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 бы и и ну вот как бы все уже вытягивался что возможно сейчас будем все это срезать для начала защищаю порог но все сварочные точки по которым буду высверливать менять буду заднее крыло вместе колесной аркой поэтому будем отселивать ее от лонжерона ну вот высверливаем все что можно ну и затем будем срубать итак обрезаю в местах и меньше чем на доноре потому что там тоже у них очень красиво обрезана чтобы был запас и затем все это помятое железо мы отрываем от автомобиля где не отходит подрубаю сварку до чуть не досверлил и эту часть железа мы снимаем нафиг итак как видим замята хорошенько и внутренний усилитель средней стойки его я тоже думаю заменить таким же макаром отсверливаю и так же срубаю то что чуть-чуть не досверлила ну и от кусок нафиг выкидываем итак вот наша четверть отсверливаю я в тех же местах где и отсверливал с машины то есть по лонжерону по низу порога ну вот вот эта часть нам уже как бы не нужна отдадим ее клиенту может ему пригодится нам нужно заднее крыло с аркой и внутренний усилитель его и первым делом будем менять итак зазор делаю чуть больше чтобы проварить сразу два металла они находятся рядом поэтому проблем как бы с проваркой нету ну и привариваю все подходит по точкам приварю это затем буду мерить крыло итак зачищаю сварочные точки сварочные швы и чтоб не было угрызения совести под грунтовую стоечку именно те места где была сварка внутри где была чуть ржавчинка которую я зачистил и так это все сделано примеряю заднее крыло как бы все довольно таки хорошо подходит сделал закладки в швы вот но прежде чем варить примерю двери как часто бывает вроде бы все подходит привариваешь двери ставишь зазоров нет чтобы этого не случилось я решил лучше сразу все померить ну и вот первый косяк зазор неровный но это не проблема его исправляю ставлю заднюю дверь убеждаю что все на месте и свариваю заднее крыло ну вот я его сварил теперь можно приступать к подготовке к покраске на сварочные швы я первым делом накладываю шпаклевку со стекловолокном ну а затем простая шпаклевочка потом грунтовочка так как все ровненькое в основном только швы уже пришлось шпаклевать грунтовать затираю грунт и затем буду красить покрасить сначала крашу проем с крылом и затем покрашу заднюю дверь чисто для перехода вот так клеиваю проемы и затем буду красить и 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 цвет здесь белый перу поэтому покраска идет несколько этапов сначала идет подкладка белая естественно там оттенков разных есть и после нее уже покрывается чистым перлом так как чистый перу вообще не кроет поэтому и есть подкладка и подкладка делает цвет машины ну а затем в очком и это часть машины покрашена покрашу дверьку и начну ее собирать ну вот машинка собрана покрашена этот электромобиль готов к использованию вот такой красавец так что не забывайте подписываться на новые видео с вами был артур до встречи всем пока